Пореветствую вас в шестой части прохождения Crusader Kings. Так, наши интриганы уже работают по фракциям, которые возбухали против меня. Давайте немножко усилим происки. Вот так-то лучше. Советника переключив на них. И... 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 надо подумать, что делать ещё. Вам может показаться, что типа я уже тут крепко встал на ноги. Смотрите, какая у тебя большая держава, вроде больше всех прилегающих. На самом деле это не так, потому что здесь обычно никто не нападает на тебя один, разве что ты совсем мелкий. И, например, даже если на меня нападут какая-то коалиция, да, вот с юга и одновременно с севера, то есть, ну, я проиграю. То есть я не смогу, мне не хватит войск, потому что мы уже пробовали разделять войска, это неэффективно. Я уже молчу про то, что на меня как-нибудь Польша нападёт. У них более высокий технологический уровень, ну и вообще там больше союзников. В общем, ситуация на самом деле не проще, чем была в самом начале игры. Несмотря на то, что мы разрослись, потому что как только я завязну с кем-то в войне, на меня сразу могут напасть другие соседи. Поэтому нам нужны союзники, нужно всё продумывать. Вообще, я не уверен, что столицу, на самом деле, я уже подумал, эти пахотные земли, может, чёрт с ними, максимум припасов, 50 прирост развития, ну да, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, горы лучше взять, потому что, ну, так будет проще оборонять столицу. То есть, на холмах, например, ну да, это не горы, это холмы, горы это вот в других, горы другого типа. Просто проще оборонять, то есть, защитники получают бонус на холмах. Ну, по сути, горы вот где, серая, вот, тут больше всего бонус получают, особенно копейщики. Но мне до них далеко, а, ну вот ещё, баронство Ямонтау, но всё равно до него очень далеко. Поблизости я нигде не вижу, опять же, это в Центральную Европу, то есть, у меня тут таких прям супер для обороны нету местностей. Ну вот, холмы, преимущество защитника 5%. Единственное, в Киеве, конечно, больше припасов, 5580, а здесь 3540, то есть, армия будет страдать. Страдайте, ну, ещё у меня проблема с признанием. Не получилось у меня заиметь нормальное количество очков, чтобы прокачать что-то. Потому что я много их потратил на лишение наследств. Вообще, я, наверное, даже бы прокачал не вот эту кровь голубую, которая увеличивает шансы врождённых свойств, а верных магистратов на прирост контроля повсеместно плюс 0,2. Потому что контроль, ну, у меня с ним проблемы. И проблемы будут на протяжении всей игры. Чем больше территорий, тем больше проблем. А контроль напрямую влияет на деньги. Так, в принципе, я мог бы провести пир, а с другой стороны, я могу создать титул герцогства Минск и получить гарантированно 300 престижа. Единственное, 25 монет дороже, чем... Это будет стоить дороже, чем пир. Ну, давайте реально титул создадим. Вот, надо его будет отдать кому-то. Ну, я думаю, вот, кузену и вассалу отдам. Он уже останется моим вассалом, вот и отлично. Всё. Так, ну, армия, я смотрю, у меня сейчас полностью восстановилась. То есть, в принципе, я сейчас могу с кем-нибудь повоевать. Но, опять же, у меня опасные фракции, так что давайте, наверное, подождём всё-таки, пока мы с ними что-то сделаем. Фигу, а вот они, наверное, Минкеш уже поднимут. Так, престиж, либо бабло. В принципе, 350 престижа стоит как раз сотню, а то и 125 я сейчас заплатил. Так что здесь, наверное, престиж выгоднее. С другой стороны, бабло это такое более универсальное что-то. Может, лучше и бабло взять. Потому что потом, прежде всего, нам нужно будет бабло. Ладно, давайте бабло. Вы стали идеологом русской культуры. Я и должен был быть всё это время идеологом русской культуры. Так, у меня ещё три инновации, запас есть. Хотя, вообще, слушайте, мне эти бронированные солдаты и стёганый доспех нахрен не нужен. У меня же тут должны быть эти уникальные юниты, дружинники. Вот, это... Кстати, тут баг написано. Русские не могут использовать это. Это баг. Как раз русские только и могут использовать дружинников. И это лучше, чем стандартная бронированная пехота. Поэтому, давайте, наверное, переключусь на анагар. Пусть это будем исследовать. По-моему, анагары дают доступ потом, ну, по технологическому прогрессу, чтобы мы изучили мангонали. Хотя, опять тут написано, русские не могут использовать. Тут везде написано, русские не могут. Это, короче, баг, видимо, с патчем. Вот, то есть, естественно, мы сможем... Да, мы какие-то технологии не сможем, уникальные, использовать. Но вот эти стандартные технологии сможем. Так, за 18 монет я могу одного подкупить, чтобы увеличить вероятность вот этого вот. Расчехлить. Давайте подкупим. Всё, 95%. Так, первое восстание. Где оно тут? Ага. Так, давайте-ка. Отличненько. А, ну, в принципе, слушай, а чё я... Ну, надеюсь, я с ними так справлюсь. Давайте тут хотя бы. Всё. Так, в плену. Давайте его попытаем. А, 100, блин, благочесть. Тогда пусть просто пока в плену будет. Будем копить пленников, чтобы потом их... Ну, вы поняли. Так, 4 месяца, и когда вассал умрёт... Так, когда вассал... Ну, у него ребёнок-то должен быть. У меня, на самом деле, тоже стрёмно. Стремное положение. Неужели ребёнка не будет, блин? Ну, ему 16, это и 20. Должно всё получиться. Знаете чё, давайте отношения тогда... О, соблазнение. Да, блин, 10%. Очень маленькая вероятность. Может, просто влияние хотя бы. Давай просто влияние, да, с королевой. Может, это поможет. Так. Нашего вражину пытаемся измочить. Врач к нему успевает и нейтрализует яд. Ну, блин, он теперь будет на стороже. Вы получили секрет попытку убийства. Вы получили секрет попытку убийства. Так. Давайте попробуем ещё раз. Шансы всё равно есть. Так. Союз. Король вышата. Это кто? Чё-то я не понял. Это же мой... Нет, подожди. А, вот это кто? Подожди, а это что за баронство Резекне? Это к империи России должно принадлежать или нет? Нет, это исконно литовские земли. Так что, да, союз вполне... Вполне давайте. Хотя, блин, он мелкий. Подожди, или это Истляндия именно? Это вассал Истляндии. А с ними я не могу союз напрямую заключить? Только с его этим шестёркой. Пока не могу, получается. Так, ещё одна фракция. Подняла мятеж. Ооо, вот все подняли. Всё. Да. Тут однозначно призываю союзников на войну. Так. Надо посмотреть, какие у них... У них больше даже. У них больше войск, чем у меня. Ну, будем плясать от столицы. Так, ладно, давайте. Пока они все не собрались. Быстро их разгромим. Я надеюсь на это, по крайней мере. Главное удержать ещё столицу. Ой-ой-ой, херова. Когда же у меня союзнички-то прибудут? Союзнички уже идут отсюда. И оттуда тоже идут. Они сейчас сразу пойдут сюда. Ну и чё мне? Так, канцлер. Вассал и воитель устрашён. Чё ж все такие подлые-то с такими плохими отношениями? Тоже другое... Другого вероисповедания. Так, давайте вот с этим попробуем. Чё, мне оборонять или нет? Сейчас... Блин. Может, я успею захватить и закрепить? Так. Я могу заблудиться. Лип-15 монет. У меня жаба душит 15 монет. Так. Опа. Хреново. Шансы маленькие. Подкуп. Ну давай за 13 монет увеличим шансы. О, 71%. Сразу хорошо. Союзники прибыли. Выполняйте! Опять не вреди, он сбежал. Вы можете себе это проверить? Он как Гитлер. Постоянно везло с покушениями. Теперь постоянно настороже. Ладно, хер с ним. Так, я же могу. Так, убить не могу. Может быть... Блин, опять не то всё, а? Ладно, делать нечего. Будем потихонечку их захватывать. Союзники прибыли. Главное, чтобы на союзников никто не напал. Иначе будет вообще жопа полная. Так, я могу попытать. Не знаю даже, с чего начать. Либо... Ладно, давайте сразу сюда, к похищениям. Так. Часть захватил. Давайте теперь вот это вот, Чернобыль. Гады, они там мою землю захватывают русскую. Топчут. Ой, мы проигрывать начали. Это херово. Да, наёмники, но я бы хотел без них обойтись. Нахера метро союзники. Так, захватил. Давайте выдвигаемся сюда. Союзники за мной. Сын и наследник. Отлично, всё. Союзники, конечно, долго идут, но... Опа, сейчас будет, сейчас будет. Емельян, свойство болезненности. Стоп. Врач у меня есть придворный. Да, я отличный врач. Храбрая дура, но... Нормально. Так. А, сволочи, что хотят сюда, через берег, перейти? Ладно, я их, наверное, успею перехватить. Так. Хотят, да, чтобы оборону реки. Ну-ка, если я вот этот вот их отряд успею цепануть, прежде чем он реку форсирует. Бля, я не успел. Через реку атаковать вообще не вариант. Не-не-не, не вариант вообще. Опа. Перехват сил один отряд. Ча-ча-ча, они обратно идут через реку. Это очень удобная возможность. Ну, нужны союзники, нужны союзники. О-о-о, мы проигрываем. Опа, союзники, союзники, отлично. Если повезет, это все здесь решится. Они все здесь, все в этой битве. Надеюсь, мы пленим сразу главную скотину. Так. Хочет заседать в совете. Ну все, его желание исполнилось. Так, столицу никто не штурмует. Отлично. Так, а где столица мятежников? Вот эти вот две штучки. Ну и что, нам отбивать обратно или их не столица? Захватить. Может, их не столица позахватывать? Друговные вожды вышаты. Ну, могу ему заплатить виру за погибших. Конечно, тоже херово. А, ну тут, в принципе, союзники отбивают эти города. Так что все нормально. Так. Субриковать рычаг влияния, убийство. Надо на Финляндию, наверное, субриковать рычаг влияния, да. Еще нападут, вообще не трындец будет. Все, с королевой, да, мы отношения налаживаем. Опа, на меня напали, напали. Союзники, хелпа. Так, 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 гробим, гробим их. Есть. Так, продолжаем осаду. Блин, Емельян. От болезненности умер. Очень херово. Наследник. Ничего, надо еще будет настругать. Так, я захватил, но это никак не помогло. Столицу никто не штурмует? Нет. А, вон вражины. Не, надо их это добить. Так, все. Тихо, тихо. Идем на этих козлов. Они тут мне на захватах, блин. Отлично. Надо отбить наши земли. Ой, потери в армии катастрофические, на самом деле. Так, влияние есть. Так, на одного есть. Он на меня, надеюсь, не нападет. Вот на этого еще... А, на этого не могу, он ребенок. Так, а Истляндия? Тоже они сильные и могут... А, Хазария как там? Нет, Хазария пока не может очухаться. Ладно, давайте с Истляндии. И да, на всякий случай тоже рычаг влияния, а то шут их знает. Они не такие сильные, но сейчас они мне покажутся сильными, потому что... У меня подорвано, как бы. Блин, как же херово. Я всю армию растерял, и она никак не хочет восполняться. Так, дипломат, вассал и воитель, что ему не нравится? Славянское язычество враги. Он опять предаст. Будет из совета мне козни чинить. Хочешь заседать в совете? Пусть заседает. Так, может быть, надо тогда армию поддержать? Опа, идут в столицу брать, суки. А, нет, они решили не брать. Так, ладно. Так, еще достоинство жизни и интриги. Ладно, потом надо будет похитить. Все, с королевой 100 отношений, это отлично. Тогда можно прекратить происки. Я соблазнение могу? Да, 45%. Давайте попробуем. Опа! Победил, ну, сволочи. Пытать пока не могу. Фух, так. А это кто? Тоже какие-то нападающие. Не понял кто, не понял зачем, но... Я тоже могу призвать союзников в войну. Тем более, это оборонительный. Это мне не будет стоить чего-то. Союзники откликнулись. Одного почему-то не могу. Не может против его Сьюзерена быть призван в войну. Ну, я так вот, я и говорил, что тут пока суть до дела, сразу какие-то твари проснутся и начнут на тебя нападать. Это польша на меня напала? Нет, это какая-то мазовия. На самом деле, фигула. Так, проявление тирании. Слабое влияние на самогитию. Поданы 54 мнения. Давайте еще тщательнее все продумать. Подожди. Я могу пока отменить эту хрень. И просто попробовать похитить похищение. А, нет, не могу, сразу. А, самогития тоже. Ну, я так и думал, да, что он на меня. Нет, или он не на меня. У меня, в общем, как говорят, все сложно. Я боюсь, что я тут не удержусь. Так, столица в порядке. Не, я не хочу им вот эту хрень отдавать. Отчумевшим наглецам. Смотри, какие. Подлюки. Ладно, они проигрывают. Надо у них... Не пытаются холм занять. Ну, типа, да, самая выгодная позиция. Для обороны. Но у них ничего все равно не получил. Это им не помогло. Давайте сюда на границу встанем. Сейчас армии немножечко отожрутся. Сразу все, а, взъярепенились. Так, денег у меня много. На самом деле, престиж уменьшается. Короче, проведем этот... Так, это с королевой подружиться могу. Отлично. Все, я победил в войне. Сволочи, еле отбился. Ху. То есть, это у меня война была с его вассалом с каким-то. Причем, у меня союз с ними. Вообще, короче, бред. Так, на Истляндию. Пока ничего не могу. Вот эти на севере сильные какие-то или нет? В принципе, у них написано армия небольшая. Но у меня тоже сейчас какой-то гигант. Ладно, давайте на них тоже рычаг влияния фубрикуем. Так, вот я могу в столице что-то прокачать. Или уровень фортификации определяет то, как долго продлится осада. Плюс налог я буду больше собирать. Стоит, конечно, дорого, но шо делать. Также вот преимущество защитника. Чистокол могу, пожалуйста. Наверное, я чистокол, да, прокачаю. Так. Давайте плодовитость прокачаем, потому что мне это все стремает. И потом начнем к пыткам, чтобы все-таки за счет ужаса сдерживать всяких придурков. Так, Добронегу хотят выкупить за 50, конечно. Еще кого-то выкупить. Ярл ваш узник. За 50. Ярл Хальден. А он опять против меня попрет? Сколько у меня там узников-то? А, ну у меня, в принципе, много. Ладно, за остальных никто ничего не просит. Просто мы ее будем пытать. И всякое такое. Так, сфабрикование. Раскрыть существование происков. Ладно, тогда отменим пока что. Так, тогда давай на Молдавию сфабрикуем претензии. Тут тоже, потому что они у нас на юге. Королеве позволено решать многие вопросы от моего имени. Моя королева и я стоим на страже державы. Плюс 150 престижа. Круто. Я больше не вынесу заключение. Примите ли вы мое предложение в обмен на мою свободу? 100 голды. Давай. Это, конечно, тоже стремно. Давай посмотрим еще с фракциями, что там у нас. Мог бы их выпустить в обмен на обращение в религию, но... Но-но-но, посмотрим. Так, мало у меня, на самом деле, тут управляющих нормальных. Надо кого-нибудь выкрасть будет из других держав. Так, да и по контролю вообще все ужасно, на самом деле. Так, все-таки с вассалами в тюрьме я могу что-то сделать. Вассалы, которые не могут вступать во фракции. До 953 года потом сможет. Но я могу их заставить отозвать претензии и потребовать обращения. С одной стороны. За 10 монет хотят кого-то выкупить, какого-то ребенка. А, нет. Увы, это жестокий мир. Так, в Козельске я тоже могу что-то построить. Давайте, на самом деле, построю оплот племени, налог, плюс 0,2 в месяц. Конечно, дорого, но что делать? О, за еще одну 100 монет хотят предложить. Ну, 100 монет хорошие деньги, конечно. Хоть я заново и не хочу это восстание их подавлять. Но посмотрим, может быть они не настолько тупые. Так, за 25 кого-то хотят выкупить. Ну, неплохие деньги, в принципе, ладно. Опа, еще одну за сотню, окей. И еще одного за 50, окей. Еще одного за 50 продаю. Так. Сфабриковать рычаг влияния. Ну-ка. Запятанная репутация. Лживые слуги. Лживые слуги, нафиг. Тратить? Давайте лучше на охоту потратимся. Так, 150 престижа. И еще 150 престижа, отлично. Так, могу еще что-то прокачать в интригах. Давайте к пыткам. Надо два раза нам тут прокачать. Так, мне надо с кем-то отношение из выкупленных вассалов улучшить. Давайте посмотрим, кто самый сильный. Вот эта самая сильная, но она устрашена, написано. А вот этот известный преступник. Хм. Опа, и Заслав, и Марина, отлично. Еще рождение детей. Что же за проявление тирании-то постоянно? Не получается нормально с интригами что-то? Мать, могу в тюрьму заключить. Заблуд. Нет. Так, ну-ка, чистокол почти достроен, правильно я понимаю? Опа, отлично, достроен. Теперь могу здесь еще уровень фортификации поднять. Давайте поднимем, все-таки это столица. Так, титул какой-то надо интегрировать. Тут вечно у них проблемы с титулами. Так, могу потерять уровень набожности. Если мать заключу, нет. Пускай. Ну там мой брат, у него какой-то другой отец. Да пофигу, у кого отец брат. Так, Польша приглашает меня в войну. Я, наверное, соглашусь и, наверное, я даже им помогу. Потому что, ну, они мои союзники, которые приходили ко мне на помощь. И вообще мне нужен сильный союзник. Так, а против каких сил-то мы воюем? Вроде они слабые, так что это мой шанс отплатить той же монеты. С припасами, конечно, жопа. Опять разделить пополам. Ладно, сейчас посмотрим. Так, сильное влияние на королеву Александра. Это отлично. И потому что я смогу с нее бабло. А, у меня пока нет этого перка, да? Да. Ну ладно. Так, вот этой 41 год. Вассалки, она, конечно, устрашена, но... А вот эта вот не устрашена, она все равно... Сможет против меня что-то. Давайте, в общем, на нее... Сфабрикуем тоже рычаг влияния. Так, я внес вклад войну уже. Что-то тут захватил. Так, еще раз. Ну вот с этими придурками воюем. Можно сразу их в столицу. В столицу, ввы. Давайте рыпнемся. О, в интригах еще что-то. Так, божественная кара. Все, могу пытать безнаказанно. И сразу же мы этим давайте займемся. Это же не вассал, это безземельный. Пытать. Тоже безземельный, тоже пытать. Мало ужаса. Тоже безземельный. А не могу пытать. Вот этого зато могу попытать. О, у него, кстати, крутые навыки военные. Ну-ка, у меня там кто есть. А, у меня круче вояка, так что хрен с ним тоже тогда будем пытать. Сколько у меня ужаса-то мало. Почему так мало ужаса? Все, захватываем столицу, вражин. Я даже думаю, можно вот так вот сразу несколько тут захватывать. У меня тут какая-то падла, блин, грабит, зараза. Так, отлично. Слабое влияние на одну из этих падл, которые тут против меня возбухать могли. Так, на одну есть. Еще на кого? Кто тут сильнее всех? Ну вот этого. Ну можно на эту, на всякий случай. Хотя она устрашена. Ну на всякий случай, ладно, не помешает. Так, тоже опасно мы в эту авантюру, когда ввязываемся. То есть на нас может кто-то там, на родине напасть. Все, столицу захватил, сразу огромный бонус. А, все, ну мы выиграли. Мнение персонажа 100. О, я теперь с поляками. Супер. И что, мне дали какое-то 10 престижей, конечно. Жестко, ну ладно. Зато мы, смотрите, усилили Польшу, у нас плюс 100 с ними отношений, участие в одной из моих войн. Отлично. Правда, оно забывается потихоньку, минус один в месяц. Короткая память девичья. Так, устроим пир, потому что у нас сейчас проблема с престижем. Армия много живет. Борьба с жаждой. О, престиж, это на 10 лет плюс 0,5. Ну, за 50 монет давайте. До новых встреч, отлично. Так, ну вот эту могу выпустить. А, почему? А, ей типа 12 лет, потому что могу ее обратить, влияние получить. Да, ну нафиг. Так, что там по всяким графствам и так далее. 48 из 71 необходимого для создания империи. Ну, кстати, мы медленно, но верно движемся в нужном направлении. Можно еще кого-то под себя подмять. Либо вот этих, либо туров. Я думаю, туров нахер они мне тут мешают. Так. Герцогство, какое вожденство туров. Вот так вот могу. Либо потихоньку захват. Нет, давай сразу, наверное. Конечно, много престижа, но а что делать? Можно раздалить даже пополам. Как-нибудь вот так. Одну вот сюда отправить. О, тихо, тихо. Они тоже решили умирать. Тихо. Ну-ка. Кто победит? Все, шуганул. Мерзавцы. Они там тоже на кого-то наткнулись еще. Так. Еще на одну падлу. Подделал влияние. Так, вот давай тогда вот на этого еще тоже подделаем. Так. Выкуп за Оскольдой? Да нет, мало он предлагает за нее. Союзников я призывать не буду в войну. Надеюсь, что и так справлюсь. Так, с интригами еще что-то у меня есть. Шанс на успех враждебных происков. Да, наверное, вот сюда надо. Тихо, тихо, тихо. Ах ты, гнида. Захватил он ее, ты посмотри. Сейчас и столица у них. Опа, 82%. И, кажется, там важные заключенные есть. Полит заключенная. Моя столица безопасности, да. О, они пошли свою столицу отбивать. Так. Сто благочестий можно потратить. Так, идем сюда. Ну-ка. Скорее всего, будет поражение. Тогда вот так вот с двух сторон ударим. Опа. Тихо, тихо, тихо. На мгновение мне показалось, что все плохо. Вы потеряете влияние. На Смоленск. Отлично. Все. Победа. Расширили наше владение. Давайте армию немножко распустим. Дадим ей передохнуть и восстановиться. Так, наследнику я сразу дам. Вот эти вот вождества. Ой, блин. Забыл ему по интригам, конечно же. И давать образование. Так. Я его, естественно, буду опекать. Естественно. Так. И еще вот дочь. Но она, к сожалению, к интригам не располагает. Она же тоже гений. Давайте, может, попробуем что-нибудь ей втемяшить. Так. У Турова кто-то могло выкупить. Ладно, давайте. Ладно, давайте это тоже выкупим. Нафиг чай. Так. Могу договориться о союзе, как вы договаривались. Вы можете создать титул Королевства Рутени. Ни в коем случае. Хотя. 250 монет. 400 престижа. Ну, придется лишать титулов опять каких-нибудь этих. 400 престижа. А так сколько я заплачу? А так я заплачу. Ну, блин, невыгодно, конечно. Так. Могу зарпировать титул. А почему не могу? А, персонажа, участвующего в войне. Так, управляющий могу вот этого придурка назначить. Давайте здесь культуру распространим. Так. По контролю тоже что-то фигово. Так, на этих всех я тут подделал влияние. Вот этот не сможет до 953. То есть он скоро уже сможет во фракции вступать. Тоже давайте на него сфабрикуем рычаг влияния. Так, а охоту, конечно, созываем. Для престижа. Нормально, еще бонусный престиж получили. Супер. Вот 150 еще. Так, вот. Насторожи, окей. Так, по интригами еще одно достоинство. Получаю хорошую работу. Так, анагры я открыл. В технологиях. Мне еще две технологии. Смогу феодализм. Там надо потихоньку что-то будет думать. Так, ну давайте общественные сооружения следующее выберем. Так, оплот племени максимально прокачан. Все, в принципе, максимально у меня прокачано. Я ничего даже улучшить не могу. А вот в Козельске я что-то могу, но оно, в принципе, ничего не даст. Только если столицу туда уже переносить. Так, слабое влияние. Отлично. На еще одного придурка получил. Чтобы неповадно было во фракции лезть. Так, фракция сепаратистов. Давайте на него тогда тоже сфабрикуем. Блин, сын получил свойство проказа. Вы шутите его? Вы шутите? Что за херня вообще? Это как так-то? Это что за херня? Что ж с ними со всеми случается-то? Здоровье все... Врач, ты куда смотришь-то, а? Жесть. Опа, а эти придурки все-таки вступили во фракцию? Хотя у меня на них влияние есть. Так, ладно, давайте потребуем обращения у этих придурков. Влияние пока не будем использовать. Опять они против меня все-таки возбухают. Я думаю, что они, скорее всего, начнут что-то вымогать взамен. Ну, посмотрим, может кто-нибудь и согласится. Так. Сильное влияние. Да, давай. Так. Я желаю вам лишь спасения. Вы используете влияние. Отлично. Использую. Не буду торговаться. Использую влияние. Не буду торговаться. Так, ну-ка. И что, у них просело? Да, просело. Все. Они, короче, сменили веру и из-за этого они больше не могут участвовать во фракциях. Ну, соответственно, да, как они во фракции типа придут, они уже веру сменили. Так что они просели эти фракции и во многом распались. Вероломный, жуткий приглашает меня кузен. У него вроде хорошие ко мне отношения. Но у него злость копит. А, злость исправляет. Да, ну нахрен. Вероломный. Жуткий. Еще, блин, меня там оторванет. Так, Польша меня опять втягивает в войну. Подожди, или кто? Вашшурин. С кем война? А, это вот эти вот союзники далекие. Ну-ка, давайте посмотрим. Они вроде и так должны победить, конечно. Но, блин, мне плыть по морю к ним довольно далече. Ну, конечно, попробуем сейчас для опыта, так сказать. Для опыта сейчас посмотрю, сколько будет это стоить. Ну-ка. Допустим, сразу вот, если снести вражескую столицу, сколько это будет стоить? 124 монеты. Нихера. Нихера. Проиграют без меня. А это война, какая ведет войну, претендую на титул яроства. Понятно. Жопа. Ладно, рискнем. Очень много средств на это потрачу. Они без меня сто процентов проиграют. Так, в этих виних лежло бы до лож. Так, я захватываю. Так, и союзников тут захватываю. Давайте распределим осуждающий полк, а остальными пойдем защищать союзников. Осуждающий полк вполне справится. Давайте посмотрим, что тут еще кто против меня мутит. Так. Траковать рычаг влияния. Ну, союзнички. Все, армии соединяем. Ой-ой-ой-ой. Мой корпус осадный. Крестьянский сброд. Так, давайте призовем на крестьянский мятеж. Нет, не ярло. Так, а узурпировать титул-то я могу, тоже не могу, до сих пор он с кем-то воюет. Подожди, а с Польшей разве у меня пропал союз? А как так у меня союз с Польшей пропал? Ну-ка, брак, может быть, сила союза? У меня же есть сын, нет? Или он, нет, не считается? О, я с Перми Великой могу что-то замутить. Сыну как раз столько лет. Так, а где эта Перми Великая? Ну, кстати, ну, не очень далеко, но так. Ладно, давайте этого прокаженного попробуем. Потому что с Польшей что-то провал. У меня тут проблемы, на самом деле, они сразу столицу решили взять. Когда я успею? Через 10 месяцев прибыть, а у них сколько будет досада длится. Хрен его знают. Еще мне на это потратиться придется, союзники чертова. Про это с наемников брать. И с не успею. Ну, может быть, и успею. Вы проиграли войну, охренели что-ли? Как я мог проиграть войну? Вот, дают, блин. Ладно, в общем, все возвращаемся в родные края. Но у них долго осада длится, это как раз из-за того, что я прокачал слову эту крепость. Так. Влияние закончилось на кого-то. Неужели мы не успеем? Вроде должны успеть. Пытать сразу же. И распустить всех. Опа, и могу зарпировать титул. Блин, почти все бабло на это потрачу. Но зато плюс 10, кстати, доход уже. Так, выкуп за персонажей. Это у тех, что ли, у ярлов там? Да, продам. А, она моя племянница. Поэтому мы с ней ничего не можем сделать. Вот эта польская. На самом деле с сыном, конечно, проблема вообще, то, что проказы, это прям, ну, дикость. Кстати, я с Молдавией могу союз заключить. Но мне потом надо, конечно, сюда тоже на юг расширяться, но как временное решение, это может помочь. Пастухи, римлян, что? А, это какой-то отряд наемников. Так, рычаг влияния на какого-то придурка, 8 месяцев. Знаете, что, давайте лучше так, давайте с Молдавией, чтобы я смог, да, она у меня уже на влияние. О! Сейчас мы сделаем очень грамотно, если получится. Дочь. Сила союза, вот. Это правда не наследник. У них наследник другой, хотя никто же не знает, что может случиться с женой этого наследника. Правильно? Всякое бывает, это опасный мир. Предводительница Раина, плохое самочувствие, это хорошо. Просто я мог бы и с братом с его, но зачем, это потом пропадет, лучше сразу с наследником жену его уберем и используем сильное влияние на эту королеву как раз в своих целях. Это кто? Бесчестный злодей, конечно, дела поважнее, сейчас я пойду к тебе на пирме делать нихера. Так, все, жены нету. Отравили. Устроим брак. Это еще одна дочь. Вот дочь постарше. А, подожди. Подожди, а я могу? Мать, с матерью. Ваша мать. Да, и с ним. А использовать влияние почему не. А, блин, это влияние. Так, подожди. Вот, Сьюзерен. Так, сейчас посмотрим, короче. Устроить брак. Сила союза. Вот, да, так вот могу через нее действовать. почему не могу использовать? У вас нет активного влияния. Так написано сильное влияние. Матрилинейно. Почему же у меня нету? А, потому что все-таки это зависит от вот этого вождя Святозара, к сожалению. Ну, давайте на него попробуем сфабриковать рычаг влияния. Так, у меня какая-то болезнь неизвестная. Тело может содержать указание на источник болезни. Изучение трупов на пять лет. Ученость плюс два. Торговля информацией. Могу продать сведения. Двести девяносто три монеты. Нихрена. Да, конечно, давайте продадим. Если повезет. Оспой, брат заболел. Да, двести девяносто три я получаю. Шикарно. Готовность ко всему давайте. Врачиха же есть. Че она ничего не делает? Раскрыто существование происков. Не повезло. Так, с Молдавией в общем не получилось. Только если реально свою дочку отдать за союз. Но ладно, хрен с ними. Пока попробуем без этого. Наверное. Блин, мне надо все обдумать. Так, лишнее герцогство отдам сыну. А то у меня штраф. А что будет далее вы узнаете в следующей части прохождения. Хотите подписывайтесь, строчите комменты и пишите. Ну, короче, вы поняли.